Аудиокнига своими руками Студия Барабаны Судьбы Читает Александр Водяной Братья Бри Живой манекен Отрывок из романа «Прикасающийся» Читает Александр Водяной Прежде я никогда не испытывал тяги к игре, суть которой заманичит разум, чьи-то чувства, в сеть исплетенные слов. Я фотохудожник, и мое пространство — свет. Всякий свет находит отклик в моей душе. Но однажды я видел свет, который возбудил во мне особые чувства. Наверное, этот репет можно назвать словом «влюбленность». Это был призрачный свет. Он как абсолютная пустота. В нем не было ничего, ни предметов, ни теней, ни бликов. Не было самого источника света. Был лишь свет. И была жажда раствориться в нем. Я видел его во сне. Это длилось несколько мгновений, и он заранил во мне тоску. В реальности я существую в другом свете, густо или разряженно, занятым ликами и играющим с ними. Мое дело — выискивать лики, улавливать настроение света и щелкать, не подгоняя момента и не упуская его. Лики. Признаться, это осталось в прошлом. Сегодня, как и вчера, как и завтра, перед моим взором лишь одно лицо. То, к чему я прикоснулся, не отпускает меня, не позволяет мне быть самим собой, лишает свободы. И я отдаюсь на волю слов лишь с одним опорожнить душу до самого дна и затем опустошенным окунуться в свое невольно утерянное пространство. То, к чему я прикоснулся, тайна. Она спрятана за строчками двух писем, одному из которых по праву отвожу место пролога. Не будь его, не было бы истории, которых я должен поделиться, чтобы не остаться в ней навсегда. Впрочем, это утверждение справедливо и для второго письма. Оба они — суть порождения одного ума. Ума, потревожившего тайну. Итак, я ввязываюсь в игру, о которой обмолвился. Мне не довелось быть непосредственным участником или свидетелем всех событий, о которых пойдет речь. Что-то стало известно из слов других людей, так или иначе связанных нитями этой истории. Что-то придется домысливать, исходя из логики поишедшего. Что-то, заполняя пустоты, породит мое воображение. Но, полагаю, это будет отличаться от реальности лишь в мелких деталях. С чего начать, пожалуй, с того, что прямо сейчас, безо всякой на то логики, промелькнуло перед моим внутренним взором. Пять месяцев назад я очнулся в какой-то комнатушке. В то время для меня не было чем-то непривычным пробудиться в незнакомом месте на скамейке в парке, под деревом на тихой улочке или среди людей, не обремененных привязанностью к уютному гнездышку. Как правило, оглядевшись, через две-три минуты я припоминал, что притулился в том или другом уголку по собственной воле, точнее подчиняясь безволию ног, измотанных колебанием земной коры под ними. В комнатушке не было ничего, кроме кожаного диванчика, приютившего меня, полки на стене с весьма скудным набором посуды и газовой плиты, побуждающей чайник, явно не мной оставлены на огне, свистеть. Его наглый свист и вытащила меня из небытия. Оконное стекло было окрашено в цвет солнечного утра. Дверь открылась, и в коморку с улицы вошел ее хозяин. Выключив плиту, он молча, будто меня там не было, снял с полки две кружки, значит, все-таки я там был, банку растворимого кофе, насыпал по две ложечки в каждую, и спросил, не поворачивая головы в мою сторону, сахаром? Все равно. Ну да, конечно. Мелочи жизни безразличны вам, как, впрочем, и сама жизнь. Он наполнил кружки кипятком. Когда мама носила меня в утробе, постоянно пила кофе, тогда-то я и подсел на него, могу обойтись без чего угодно, только не без кофе. Одну кружку поставил на край стола, ближний к диванчику, и в следующее мгновение вдруг зацепил своим взглядом мой, и, не отпуская его за пределы обрамления очков, спросил, «Майк Лингард, вы алкоголик?» Почему-то мой голос отказался повторить, «Что?» родившийся в голове. Уловив удивление во мне, незнакомец ответил на немой вопрос, скрывающийся за ним. Полгода назад ваше лицо смотрело с обложки глянцевого журнала. В тех глазах было что-то еще, кроме природной красоты. Метка некой особой данности. Тогда для себя я обозначил это двумя словами. Дар дарить. Это и заставило меня прочитать рукоплещущую статью о Нью-Йоркской выставке ваших работ. Выставка называлась «Не смейте подсказывать». «Лики гор, не так ли?» «Моя мама, когда была беременна мной, не употребляла алкоголь». Ответил я напрямой, с привкусом бесцеремонности, вопрос, проигнорировав то, что последовало за ним. Несколько дней назад какой-то прохожий остановился подле меня, с минуты стоял, разглядывая, затем... Знаете, какое клеймо он поставил на мне? Всего одно слово. «Знаю», — перебил меня хозяин коморки. «Я живу по принципу, не слушая ничьих подсказок, кроме подсказок Всевышнего и собственной интуиции. Интуиция подсказывает мне, что он назвал вас страдальцем или кем-то вроде этого. Меня поразила проницательность моего визави. Спрятав на этот раз свое удивление, не берусь утверждать, что это удалось мне на сто процентов, я признался, не кем-то вроде этого. Он так и сказал, страдалец». «Я не завишу от алкоголя. Я растворяю в нем нежелание жить. Знаю, знаю. Не раз наблюдал, как ваша душа плетется за ногами, с глазами, отвернувшимися от жизни. Но, коль скоро она все-таки плетется, вероятно, есть то, что уравновешивает чаши весов, одна из которых переполнена нежеланием. И я промолчал. Не хотите, не отвечайте. Художники питают две любви. Любовь к себе, воплощенному, и переживание страсти к женщине. Сейчас вы вспыхните, но я все равно скажу. «Около полугода назад вы потеряли любимую женщину, а вслед за ней себя. Не так ли?» И я, несмотря на его предупреждение, в бешенстве воскликнул. «А, снова где-то что-то подсмотрели. На этот раз в желтой газетенке? Кто вы, черт возьми? Какого дьявола притащили меня сюда? И что вам от меня надо?» Моя ругань нисколько не смутила его. Он, спокойно, продолжая подразнивать меня, ответил, «Подобрал вас по привычке подбирать брошенных собак. У меня здесь приют для них. Я помогу вам». «Хм, пристройте в семью доброходов? Какую табличку повесьте на мою клетку? Молодой кобель породы Лингард? Расскажите свою историю, и я помогу вам». «Не хочу?» «Незачем?» Он выдвинул стул и сел напротив меня. «Тогда мне ничего не остается, как поделиться своей». В его голосе послышалась нотка, которая не позволила мне сходу отринуть эту странную навязчивость. Я просто промолчал, не желая в то же время словом поощрять ее. «Ваш кофе остынет», сказал он и приступил. «Я психолог, точнее был им. Моя специализация страдальцы. Я не одурманивал их словами и не пичкал лекарствами. Первое имеет лишь временный эффект, который погружает в сон наяву, пробуждение от которого чревато рецидивом депрессии, жесточайшим самоотречением. Мой метод другой. Слушать. Слушать и ждать того мгновения, когда кто-то подскажет. Вот выход из замкнутого круга. И тогда берешь страдальца за руку и подводишь к этому выходу. Редко кто из угодивших в западню депрессии высвобождается сам». Он отпил кофе и продолжил. «Чем одна красота побивает другую, равную по силе воздействия. Я размышлял об этом непривычностью, тем, чего не было в красоте, которой ты не раз восхищался прежде и которой привык. На вопрос, что случилось, она ответила, что очень устала и спрятала глаза. Заметив это за собой, заставила себя посмотреть на меня». И я все понял и попросил рассказать о нем. Это был армянин, мастер по изготовлению эксклюзивной обуви. Она учитель танцев. Ноги для нее все, а значит и обувь. Он сразу угадал мне танцовщицу и сказал ей о своей догадке. Они говорили всего десять минут, чтобы сразить ее на повал, и ему с его красотой, его голосом, его спокойствием, его уникальным лемеслом, недоставало лишь одного, ее отражения в нем, отклика, выраженного словом, эмоцией, чем угодно, отклика, который она должна была почувствовать. Поэтому я говорю отражение. Этим отражением стала догадка, заключенная в слове танцовщица. После их первой встречи она знала, что это может случиться, но не справилась с собой. Мы рождены, чтобы покоряться красоте. Армянин сапожник явил в собою новую, неиспытанную ее сердцем красоту и пригласил ее воспользоваться этой красотой. Она хотела сохранить семью. У нас сын. Умоляла меня простить ей слабость. Она не поняла одного. Я мог бы простить ее. Каждый хотя бы раз в жизни проявляет слабость. Одно мгновение и ты или побеждаешь слабость в себе, или поддаешься ей. Вернуть это мгновение невозможно и придется жить с этой постыдностью до конца. Однажды это было в студенческие годы, проходя мимо группы сокурсников, я услышал смешок мой адрес. Мне следовало дать сдачи словами или кулаками. Я же притворился, что ничего не слышал. Так вот, она просила меня прощения, не понимая одного, что я проиграл. И в этом вся суть. Простить себе проигрыш было выше моих сил. Вернуть мгновение, как я сказал, невозможно. Есть лишь один выход избавиться от проигрыша. Ты забываешь навсегда и о предательстве, и о своей постыдности, постыдности проигрыша. Ты обрываешь разом все и в награду за то, что не хитришь самим собой. Не уговариваешь себя, а честно караешь за проигрыш. Ты испытываешь ни с чем не сравнимый кайф. Ты уважаешь себя в это мгновение. И я испытал этот кайф, когда нажимал на спусковой крючок, приставив дул револьвера к виску. Увы, отлаженный механизм дал осечку. И я понял, что Бог ждет от меня другого. Прощение. Он помешан на прощении. Но отречься от себя проигравшего я так и не смог. Я сошел с ума. Миллион раз мое воображение рисовал одной ту же сцену. Она вошла в его мастерскую и забыла о моем существовании. В одно мгновение я превратился до нее в ноль, в ничто. Он спросил ее, вы танцовщица? И ее лицо налилось краской вожделения. Я мог бы простить ей слабость, красота сильнее нас? Мог ли я переступить через то, что она помогла ему победить меня? Ведь она сделала это невольно. Я задавал себе этот вопрос миллион раз. Это изводило меня ежедневно, ежечасно. что я мог противопоставить этой болезни? Я искал вину в себе, пытался убедить себя в том, что я проиграл не ему, а себе, прежнему, тому, в котором она находила свое отражение. Я проиграл, потому что во мне закрылось ее отражение. и это сделало ее одинокой. Можно ли было снова снять пелену зеркального полотна моей души? Не знаю, но уверен, что не смог бы жить дальше, рядом со свидетелем моего позора, моего проигрыша. Я отказался от всего, чтобы больше не проигрывать. Тогда для чего вы подобрали меня? спросил я. Чтобы победить, ответил он без раздумий. Поднялся и подошел к окну. Молчание затянулось надолго. Казалось, хозяин коморки забыл обо мне и не проронит ни слова. Если я не нарушив ни моты, исчезну. Но вопреки моему прежнему желанию покинуть прибежище, которое я обрел не по собственной воле, я принялся рассказывать. Мэриэн очень хотелось увидеть мои работы, но даже ей я не показал ни одной фотографии из тех, которые готовила для выставки. Позже я много раз сожалел об этом. Ей всегда доставляло удовольствие вместе сидеть за компьютером и просматривать отснятые мной. Она была щедрана эмоций. С ней было хорошо. Не просто хорошо, я был счастлив с ней. Мэриэн не смогла пойти со мной на открытие выставки, и мы отправились в галерею через два дня. Судьба? Теперь понимаю, что судьба. Посетителей было много и на этот раз. Поначалу это не могло не порадовать меня. Однако вскоре мы с Мэриэн поняли, что наш план уделить минутку спокойного созерцания каждому из 72 ликов срывается. Меня узнавали, подходили с поздравлениями, расспросами и всякой ерундой. Воспользовавшись редким моментом свободы от докучливых доброжелателей, мы ретировались. Оказавшись в соседнем зале, мы увидели, что всех, кто там находился, притянула к себе лишь одна из трех стен, занятых картинами. Это заинтриговало нас, но не успели мы отдать ей свое внимание, как вдруг раздался звук упавшего тела и за ним скрик, в следующее мгновение переросшее в припадок истерики. Женщина каталась по полу, выкрикивала что-то и отбивалась от тех, кто пытался приблизиться к ней. В считанные минуты она изнемогла и лишилась чувств. К счастью, в зале находился врач. Он осмотрел ее и попросил вынести на воздух. Все успокоилось и вожделенная стена вновь, как будто ничего не случилось, завладела взглядами, среди которых теперь были и наши с Мэриэн. Лучше бы мы ушли. Глаза встретились с глазами. Стена смотрела на нас десятками живых глаз. Лиц не было. Художник не написал их. На каждой картине была изображена лишь пара глаз. Но отдельные мазки, которые он нанес в дополнение глазам. Чаще всего это была линия рта и еще какие-то черты. помогали созерцателю дорисовывать их в своем воображении. Я говорю так, потому что сам испытал это. Рассматривая одну за другой картины, я всякий раз ощущал в себе прилив беспокойства, похожего на предчувствие чего-то пугающего. Не знаю, может быть какого-то несчастья, может смерти. Это было неявно, а лишь едва уловимо. Во мне одновременно возникали жажды проникнуться эмоциями, которыми жили эти глаза, и это зловещее предчувствие. Предчувствием я заражался от глаз. оно было в них, в каждой паре, несмотря на то, что принадлежали разным людям. Глаза были живыми, в них словно только что пробудилось переживание, которое испытывал тот, чьи глаза в это мгновение заглянул художник. В нижнем правом углу каждой картины автор написал свое имя по-французски «Ле Флюе» «Тот, кто прикасается». «Прикасающийся». «Прикасающийся». Мы с Мэриан были настолько захвачены картинами, что на какое-то время потеряли друг друга. И вдруг я услышал ее голос. Она произнесла мое имя, и я сразу понял, что с ней что-то не так. В слабом голосе послышался призыв о помощи. Я обернулся. Она была бледна. Ее глаза выражали испуг и отчаяние. «Тебе плохо?» спросил я и взял ее за руку. Не ответив, она прижалась ко мне и в то же мгновение потеряла сознание. Я положил ее на пол, нашел глазами доктора. Он был среди посетителей в двух шагах от меня и позвал его. Он склонился над ней, пальцами проверил пульс на шее, приподнял веки ее глаз и тут же позвонил в скорую. Она умерла по пути в больницу. У Мэриан была сердечная аритмия. Но мне казалось, это не беспокоило ее. Как-то раз она пропустила прием лекарства, случайно вспомнив об этом во время прогулки. Она в ответ на мое предложение вернуться домой попросту отговорилась. Возвращаться из-за такого пустяка? Не смеши, Майк. Это как не положить лед в джинн? Смертельно? По словам врача, причиной сердечного приступа могла послужить чрезвычайная эмоциональная вспышка. Позже мне стало известно, что в тот злополучный день еще три человека угодили в больницу, получив порцию ядовитых взглядов нарисованный глаз. Наутро я вернулся в галерею, чтобы подогреть зародившуюся во мне жажду отмщения, но картины мести уже не было. Знаете, под каким общим названием они выставлялись? Лики предчувствия. Мои лики гор и за стеной лики предчувствия. Им суждено было соседствовать лишь один день. Что это, если не судьба? Но чьей рукой она начертана? Бога или дьявола? Я возненавидел художника, взявшего имя прикасающийся. Его прикосновения отняли у меня самое дорогое в жизни. Я решил найти его и отнять то, что дорого ему. Нет, не убить человека. что-то другое, что именно я не знал. Однако мои усилия оказались тщетными. Я уперся в стену анонимности. По договору с галереей ни имя автора картин, ни имя лица приобретшего их и спонсировавшего выставку не подлежали разглашению. Тогда я обратился к частному детективу. Ему удалось выйти на человека, который по поручению владельца картин заключил договор с галереей. Я говорил с ним, но он был непреклонен. Этот человек не скрывал, что лично имел дело с художником, но предоставить информацию о нем отказался наотрез. Более того, он пригрозил мне обращением в полицию, если я не остановлюсь на этом. Я отчаялся. Остальное вам известно. Вы спрашивали, что уравновешивает чаши весов, на одной из которых нежелание жить. Моя мама. У нее остался только я. Хозяин коморки повернулся ко мне, и по его лицу я сразу понял, что он вовсе не отстранился от меня и не отдал чувства своему прошлому. Его рассказ и последовавшие за ним отрешенные молчания должны были превратить пространство этой убогой комнатки в исповедальню. отойдя к окну, он уподобившись католическому священнику, отдаленному от прихожанина перегородкой, дал мне свободу от его глаз и этим помог мне смотреть в себя. Меня отличало от кающегося грешника то, что я не каялся в грехах и объединялось с ним то, что открываться заставляли страдания. Я смотрел на него и ждал слов, все равно каких, лишь бы мы снова были на равных. Вам придется потерпеть до завтрашнего утра, сказал он, угадав мое чувство. Утром я дам вам ключ. Он разомкнет круг, который не выпускает вас. Вы уверены, что я приду? Мне не стоило этого говорить, но я сказал, и теперь мне ничего не оставалось, как встать и шагнуть к двери. Когда уходишь, умираешь, когда приходишь, возвращаешься к жизни. Поторопился он со словами, и когда я обернулся, протянул мне визитную карточку. Звонок я буду считать приходом. Позвоните часов в десять вечера. Если у меня к этому времени получится найти ключ, вам не придется ждать до утра, и ваша ночь станет началом. Я не сказав слов прощания, толкнул дверь и шагнул прочь, так по-ребячески, выказывая, что он не имеет власти надо мной. Небо окатило меня свежим утренним светом, словно побуждая вслед за моим случайным исповедником смыть себя его призрачными очистительными струями трупный налет отречения и вернуться к жизни. Я почувствовал себя нагим и на мгновение потерялся. Мысли и чувства растворились в этом властном свете, и я не понимал ни того, что произошло, ни того, как мне быть, а еще через мгновение. Из меня словно вылезла наружу неприязнь к самому себе, молчаливо покорившемуся чьей-то воли. По телу пробежал ледяной ток, и я, огрызнувшись взглядом небу, прокричал дурные, может быть, кощунственные слова. Какого черта? Оставь меня в покое! Какого черта? Ты подсылаешь ко мне своего Кларенса отбуди? Он не вернет мне моего пространства. Он не вернет мне моего света. Слышишь? Он не вернет мне моего света. Это не сказочка. И он не вернет мне моего света. Он не вернет мне. Моя душа должна была выкрикнуть имя Мэриэн. Но вдруг в лазурном озере над собой я увидел другое лицо и замер. И вторя видению невольно прошептал «Тэл». Мне показалось, что я схожу с ума. И в первом же магазинчике, повстречавшимся на моем пути, я взял бутылку виски, попросил откупорить, отглотнул. «Хотите стакан?» Неожиданно я вспомнил, что должен увидеть маму. Не был дома уже две, может, три недели. Я не помнил, как давно не был дома. Но я был трезвый и должен был таким предстать перед ней. Вышел наружу вместе с залетевшим в ухо звонким «Вы забыли свои виски?» Нет. Я оставил не виски. Я оставил вчерашний день день и безотчетно отдался на волю ног и грез. Дверь открылась и в комарку с улицы вошел хозяин. Не по возрасту, не по моде длинные волосы. Наверняка он выбрал этот стиль еще в школьные годы и будет его приверженцем до самой смерти. он не зависит от моды. Он зависит лишь от того, что ему нравится. Рубашка смотрелась на нем так, будто свисала с вешалки плечиков. Он был худ и широкоплечь, а высокий рост еще больше утончал его худобу. Выключив плиту, он молча снял с полки две кружки, банку растворимого кофе, насыпал по две ложечки в каждую, одну поставил на край стола прямо передо мной. И в следующее мгновение его глаза примагнитили мой взгляд и вместе со словами насыщенными притягательным баритоном начали издеваться, словно они заглянули в меня и увидели что-то такое, над чем можно было посмеяться. Им не составляло труда заглянуть в меня, они даже не нуждались в том, чтобы я в чем-то признавался, они просто заглянули в меня через мои глаза, и в них появилась всезнающая усмешка. Я почувствовал что нам не по пути, если коморка, которая нас объединяла, куда-то движется. Однако, когда он направил свой взгляд в себя, в свое прошлое, усмешка все так же играла в его глазах, и я понял, что она вовсе не метко чувство превосходства, и что не я ее мишень, ее мишень, жизнь. Он смотрит на жизнь с усмешкой, и в этом его сила, и вместо неприятия этой усмешки, неприятия этого человека, которая одолела меня поначалу, в моей душе затеплился огонек веры в него. Дверь открылась, и в коморку с улицы вошел ее хозяин. Выключив плиту, он молча снял с полки две кружки, банку растворимого кофе, насыпал по две ложечки в каждую, одну поставил на край стола прямо передо мной. И в следующее мгновение Микки, ты не слушаешь меня. Прикосновение маминой руки вернуло меня в реальность, и я уловил смысл только что сказанных ею слов, который остался в моем сознании их угасающим шлейфом. Прости, я последний раз мы ужинали с тобой больше месяца назад. Это значит, что ты не был дома больше месяца. Ты не удосужился даже позвонить мне. Это значит, что тебя больше месяца не было нигде. И у меня болело сердце. Мог хотя бы не отключать телефон. И теперь, когда наконец мы сидим друг напротив друга... Остановись, пожалуйста, мама. Знаю, что виноват перед тобой. Но где бы я ни был, я всегда помнил о тебе. Я не помнил о телефоне, но не забывал, что ты есть у меня. Ты должна это знать. Это правда, сейчас я погружен в себя. У меня из головы не выходит один человек. Что же ты остановился, Микки? Рассказывай. Я соскучилась по твоему голосу. Что ты ухмыляешься? Что смешного я сказала? Я не ухмыляюсь. Нет, ухмыляешься? По крайней мере в твоих глазах усмешка. Ну хорошо, пусть будет усмешка, но поверь, она не относится к тебе. Мама продолжала испытывать меня взглядом. Это всего-навсего усмешка судьбы. Я вспомнил о ней, и она невольно нарисовалась на моем лице. Что еще за усмешка судьбы? Не хотел говорить, это покажется тебе глупостью, но раз ты настаиваешь, пожалуйста. Я встретил того человека сегодня утром, а он встретил меня. Вот и все. Мама несколько секунд пережевывала мои слова, потом усмехнулась и сказала. И вправду смешно. Кто этот человек Микки? Кто это человек? Это не человек. Не вполне человек. Микки, не дурачь меня. Только что ты утверждал, что встретил утром человека, и он не выходит у тебя из головы. Теперь ты его знаешь. Это Кларенс отбоди. Ну что, человек или не человек? Мама снова на мгновение задумалась. Ее лицо просияло. Она вспомнила. Тот чудаковатый ангел из эта прекрасная жизнь. Мой не смотрится таким уж чудаковатым. и зовут его не помню. Оставил его визитку в комнате на столе. Впрочем, не столь важно, как его зовут. Я запнулся, вдруг поймав себя на мысли, что за словами о моем новом знакомстве пока ничего нет, лишь желание ободрить маму. Мне стало неловко за свою болтовню, и внутренне я раздражился на то, что дух хозяина коморки. Микки, почему ты замолчал? Знаю, ты настрадалась из-за меня, и все время ждешь возвращения того Микки, каким я был прежде. По правде говоря, я и сам ничего не понимаю, но кажется, он поможет мне. Этот человек психолог, я намеренно сказал, что он психолог, чтобы у мамы появилось хоть что-то, за что она могла бы зацепиться надеждой, которая еще не завяла в ней. Он обещал помочь. Нет, это не то обещание, которое люди его профессии должны давать своим клиентам. я не его клиент, я не искал этой встречи и ни о чем не просил его. Он словно с неба свалился. Не потеряя его Микки, как-то вдруг, не дослушав меня, сказала мама, выдавая оттенком голосе и судорожным движением подбородка, готовность расплакаться. Мама, Микки, я прошу тебя, не отталкивай этого человека. Я молилась. Каждый день я молю Господа тебе. И вот этот человек, Господь послал его, услышал мои молитвы и послал его, не отталкивай его. Мама говорила, не пытаясь сдерживать слез. Смерть Мэриен забрала тебя у меня. Мэриен не забрала тебя при жизни. Ты умудрялся оставаться любящим сыном. Но покинув этот мир, она и тебя вырвала из него. Она мама воскликнул я и она замерла. В глазах ее промелькнула тень испуга и она опомнившись прошептала прости. Я поднялся. Пойду к себе. Не переживай. Теперь со мной Кларенс отбади. Я позвонил ему ровно в десять. Мистер Дэвидсон, это Майк Лингард. О, Майк! Он воскликнул так, будто мы были давними друзьями и сто лет не виделись. И вдруг я выскакиваю из подарочной коробки прямо перед его носом. Безумно рад слышать вас. Только ничего не говорите. Я усмехнулся на его шутку и тут же не кстати в голове у меня промелькнула задиристая мысль «Боитесь испорчу вашу игру». Но я не озвучил ее. Не мог противиться его словам. Ведь они были единственными словами, которые оживляли во мне чувства. Другие же слова, витавшие вокруг, давно превратились в бесполезную какофонию звуков. Сейчас отправлю вам ключ от двери. Открывайте ее смело, не озираясь. Будет желание, заходите в гости на кофе и впредь, пожалуйста, без церемоний. Просто Алекс. Он прервал разговор, не дав мне не сказать что-то в ответ, не промолчать. А через полминуты пришло СМС-сообщение. Уверен, это объявление из газетенки для вас. Нужен человек, который будет сопровождать меня. Отправляйте по электронной почте фото. Только ваши глаза. Майк, вяжитесь в эту игру, в ней спасение. Отчетливо помню, как заклокотало мое сердце и по коже в неистовстве побежали мурашки. Глаза, снова глаза. Этот мерзавец, которого я должен называть просто Алекс, подкинул мне психическую наживку, и я в то же мгновение почувствовал, что не в моих силах отказаться от нее. Глаза, 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 глаза. Я словно очутился в пространстве глаз, отнявших у меня Мэриэн, и вновь возненавидел того, кто наделил их убийственной силой. Мне вдруг померещилось, что автор этого объявления, похожего на забаву маньяка, и есть художник, который взял себе это притягательное, напитанное робкой нежностью, и подобно телу медузы, смертельным ядом, имя Ле-Флээ. Оно словно говорит, «Я всего лишь прикоснусь к тебе». Оно словно спрашивает «Я прикоснусь к тебе». Оно словно приглашает «Позволь прикоснуться к тебе». Оно приближает тебя к себе на расстояние прикосновения, и ты ничего не можешь поделать с собой. ты находишься во власти сути слов с самого детства, а может быть, с момента зачатия. Ты ничего не можешь поделать с собой, и попадая в объятие этого слова, обнажаешь свою душу и становишься беззащитным. «Тебе нужны мои глаза! Получай их!» прокричал я, крик не вырвался наружу. Он взорвался в моей груди и осколками побежал по жилам, раня меня изнутри. С удорожной рукой я сделал селфи. Раз, два, три. Только выбери мои из вереницы беспечных жертвенных глаз и позови меня, и пусть они встретятся с твоими и схлестнутся взглядами, и пусть одни ослепнут. Я скинул фото в компьютер, выделил глаза и отправил их прикасающемуся с припиской «Заполучи их, ублюдок!» и в следующее мгновение опомнился, так же неожиданно, как и пришел выступление. Очевидное для любого стало очевидным для меня. Автору объявления нужен человек, который будет рядом в пути. Он хочет угадать будущего спутника по глазам и только. Может, жизнь научила его не доверять словам, может, когда-то глаза сказали ему «Не верь!» Но слова были так убедительны, что он поддался этим изворотливым созданием, закрыв глаза на предупреждение глаз напротив и впоследствии крепко пожалел об этом. И теперь полагается лишь на правду глаз. во входящих появилась единичка, которая оборвала мои шаткие мысли. Я открыл письмо. Жду вас завтра в десять утра по адресу и никакой реакции на мое ублюдок. После бессонной ночи, которую, как всем известно, нельзя поторопить, поездка была для меня чем-то вроде глотка холодного пива в знойный день. Сорок миль пролетели незаметно. Дом, указанный в письме умельца читать по глазам, находился на восточной окраине Б. Я вышел из машины и направился в входной двери по дорожке, разделявшей просторную лужайку на две половины. Лужайка не была украшена ни кустарником, ни цветочными клумбами. зато словно хранители домовладения, по правому ее краю выселись два дивных болотных дуба, по левому два приветливых наделенных чертами женственности клена. Они-то и размалюют ее по осени, подумал я и добавил. Давно я этого не видел, вернее не замечал. Когда я нажал на кнопку звонка, в голове у меня промелькнуло «Он или она?» Дверь открыла женщина-индианка, казалось, лет пятидесяти. Впрочем, возраст индейцев трудно определить на глаз, если не общаешься с ними какое-то время. Мне довелось пожить среди них. Забытый кусок прошлой жизни, который когда-то станет незабываемым. Индианка, сощудив глаза, молча всматривалась в меня. Хм, уж не ей ли понадобились мои глаза? Веселость собственной мысли заставила меня улыбнуться. С этой ухмылкой на лице я и спросил «Здесь есть тот, кто ждет гостя к десяти часам?» Поворачиваясь боком, она отступила на шаг, чтобы пропустить меня. Не успел я войти в гостиную, как за спиной, словно задиристая дворняга, звонко и пронзительно затявкал колокольчик. Я инстинктивно обернулся, улавливая настроение жилистой руки, голосистый глашатый понудил воздух еще раз вдрогнуть. И стих. Я заметил, что взгляд индианки при этом устремлен в пространство гостиной куда-то вверх. Мои глаза побежали по ее траектории и, о боже, уткнулись в манекен. Лишь это слово в тот миг залетело мне в голову. Манекен стоял на лестнице, ведущий на мансарду. Через мгновение наши глаза встретились. Когда вы смотрите на манекен в витрине или внутри магазина, вам и в голову не придет задержать взгляд на его лице и во глазах, даже если он наделен головой и рельефом, формирующим подобие лица, потому что он не ответит вам ни мимикой, ни эмоцией глаз. Но если в манекене передо мной и было что-то наделенное способностью отвечать, то это глаза. От них исходила какая-то энергетическая волна, которая съела пространство между мной и им и заставила меня почувствовать, что я не в силах оторвать от них взгляд, не в силах прекратить еще неначатое знакомство, хотя признаться во мне появилось такое желание. Невидимые магнитики прятались лишь в его глазах. Все остальное было словно лишено жизни. Бледное, без единой метки чувства, маска лица, словно нарисованный, не способный открываться рот, даже не рот, а мазок оставленный небрежным движением кисти художника и тут же забытый. Заговорит ли он? Глазам не помогали говорить и брови. Они были словно подтянуты вместе с кожей к вискам, выдавая азиатское происхождение маски и оттого лишены подвижности. Фигура манекена и каре, обрамляющие маску, свидетельствовали о том, что это была молодая женщина, на ней была белая рубашка, застегнутая до самого воротничка, на вереницу вертикальных пар пуговиц с длинными рукавами, украшенными светло-синими манжетами и узкие черные брюки-дудочки. И рубашка, и брюки льнули к телу, наделяя холодную фигуру рисунком чувственности. В то мгновение, когда наши глаза встретились, женщина-манекен, потеряв чувство лестницы, шагнула, оступилась и упала. От нее словно что-то оторвалось и, ударяясь о ступеньки, запрыгла вниз. Это был костыль, костыль-трость. Я ринулся помочь бедняжке. Остановитесь, я вас еще не наняла, сказала она с напряжением, отдавая голосу эмоцию повеления. Но звуки были негромкими, приглушенными и натужными, как будто голос не хотел подчиниться ей и зазвучать выкриком. В этом полушепоте слышалось хрипотца. Индианка, о которой целиком отдав свое внимание манекену успел забыть, быстро, но без слова эмоций подошла к месту происшествия и, подняв трость, вернула ее хозяйке. Благодарю Нэше, прохрипела пострадавшая и затем принялась выговаривать виновницы, по всей вероятности ставшая ее постоянной спутницей и в награду за это наделенной душой. Еще раз подведешь меня, чертова деревяшка, брошу тебя в камин. Там от тебя... Вдруг вспомнив обо мне, она оборвала грозную тираду и, опершись левой рукой оперила, а правой от чертову деревяшку поднялась и с той же любезностью обратилась ко мне. Прошу вас, не пяльтесь на меня. Присядьте там. Она вскинула трость и ткнула ее в воздух. И подождите. При этом неполдюйма кукольного лица ее не отметилась шевелением, а ее рот так и оставался застывшим мазком краски. Звуки, казалось, издавало спрятанное внутри ее пластикового тела проржавелое говорящее устройство. Мое самолюбие задел этот небрежный кивок, и, прежде чем оказаться в том месте, куда указала хозяйская палка, я решил поквитаться. Доброе утро. Меня зовут Майк Лингард. Простите за ублюдка, это относилось не к вам и даже не к вашей многофункциональной штуковине, которая, по-моему, иногда перегибает палку. Не смешно. Трость и в самом деле помогает мне, говоря вашим слогом «функционировать». Возможно, не очень смешно, зато, похоже, это примирило вас с ней на какое-то время, а я получил человеческую оценку, пусть и обидную. Так куда вы и ваша помощница говорите мне сесть? Хм, человеческую оценку, подумали, что я манекен. Услышать такое от манекена было совершенно невероятно. Не знаю, бывает ли так и почему со мной это случилось, но в одну секунду во мне что-то перевернулось и я, уже пригревший вирус неприязни к этому существу, вдруг услышал в себе зов какого-то особого чувства. Она продолжала «Не отвечайте». «Вижу, что это так. Своё тело можете разместить на стуле подле стола у окна. Я сейчас приковыляю и тогда поговорим». «Как прикажете?» «Спасибо за подробную информацию», ответил я сговорчивым тоном и направился к столу у окна. Это был довольно непривычный формы стол. Равнобедренный треугольник на трёх ножках, подпирающих, если выражаться геометрически, его вершины. Одной своей вершиной он устремлялся в направлении окна, и, следовательно, противоположная сторона была параллельна ему, так что свет, льющийся через него в гостиную, высвечивал бы именно того, кто находился бы по эту сторону стола. Поэтому нетрудно было догадаться, какое место предназначалось гостю дома, выбранному по глазам. Чтобы проверить свою догадку, я выдвинул стол сбоку, с правой стороны, если стоять лицом к окну, и стал ждать странную хозяйку. Опираясь на трость, я наступала мелким шагом, прихрамывая на правую ногу. Если вы приготовили стол для меня, благодарю вас. Сами, пожалуйста, сядьте здесь. Понимаю. Глаза, вот именно. Это мое привычное место. Она медленно опустилась на мягкое сидение, затем, обогнув угол, присел я. Там, на этот раз она жестикулировала, не прибегая к помощи костыля, располагается Нэша. Когда я прошу ее об этом, она каким-то особым чутьем может быть свойственным лишь индейцам, угадывает людей. Или мой адвокат, он угадывает соответствие слов и поступков положением законов, вставил я. Но сегодня мы обойдемся без помощников, не считая ее, кивнула она на трость. Для меня сделано исключение? Да, если это доставит вам удовольствие. Во мне взыграло естественное желание спросить почему, но я сдержался, чтобы не показаться нетерпеливым себе любцем. Я узнал ответ на этот вопрос лишь спустя много дней. Хорошо, что не спрашиваете почему. Я все равно бы не ответила. И не разглядывайте меня так откровенно. по этому лицу вы ничего не поймете. Мне показалось странным, что она говорит о своем лице как о чужом, отображенном на фотографии или картине. Но это не было рисовкой. За этим что-то пряталось. А по глазам мне кажется, я чувствую их, хоть и смотрю против света, возразил я без доли лукавства. Ее глаза и в самом деле что-то вытворяли со мной. Они заставляли меня испытывать состояние, которое я определил бы, как приближение невыносимости или приближение невозможности терпеть. По глазам повторила она за мной и умолкла. Это было лишь эхо. за ним вместо ответа всегда наступает безмолвие. Отчетливо помню безмолвие и отрешенность в ее глазах, словно какая-то внезапная мысль вырвала ее из пространства, окружавшего стол треугольник. В следующее мгновение я увидел то, чего увидеть в этом неподвижном лике совершенно не ожидал. Это была тоска, болезненная тоска, вдруг легшая на глаза напротив беспросветной пеленой. «Как вас зовут?» спросил я. Во мне что-то воспротивилось слово манекен, которое имело все основания, въевшись в мое серое вещество, превратиться в обидное для нее прозвище. его место могло занять только имя. «Что?» стрепенулась она. «Могу я узнать ваше имя?» «Эдна Ричардс». «Теперь по поводу глаз». «Уже вчера по фотографии я поняла, что вы подходите мне. И сейчас, сверляв вас взглядом, лишь убеждаюсь в этом. Но мисс Ричардс, подумали, что я не в своем уме? Нет, что вы. Я просто не понимаю. Конечно, я благодарен за то, что вы оценили мои глаза. Лучше помолчите, если вам нечего сказать. Она снова перебила меня. И не судите о том, чего вам не дано понять. уверен, что в школьные годы, а может и раньше, девочки восторгались вашими глазами, и теперь вы невольно могли соблазниться сладкой мыслью о легкой победе в конкурсе за место моего бойфренда. Но мне не нужен. Поддетый ее издевкой, я не дал ей договорить. Я согласен. Не помню, как вы там написали. В общем, заменить вашу чертову деревяшку. Собираетесь путешествовать? Я часто бываю в Эр. Спокойно, будто и не было словесной перепалки между нами, ответила она. Меня что с вами, Майк? То есть, мистер Лингард? Со мной? Ваше лицо застыло, когда я произнесла Эр. Почему? Эти убийства. О каких убийствах вы говорите? Я ничего не знаю. Не может быть. Об этом знают все? Уже почти год? Вер происходит странное убийство. Говорят, маньяк. Ничего не слышал. Но некоторое время я, можно сказать, выпал из действительности. Впрочем, я никогда не был охотником до новостей. И все же вас что-то смутило. Не хотите, не говорите. Мимолетные воспоминания. Но я и в самом деле не хочу прошлого. Я слишком надолго задержался в нем. А вас-то что туда тянет? Не хотите, не говорите? Все очень просто. Эр, мой родной город. Я провела там детство, школьные годы. Я не в силах отказать себе в воздухе улицы мечты. «О, вы снова выдаете себя? На вас лица нет?» Она была права. Я и сам почувствовал, как при упоминании улицы мечты сковало мое лицо. Она продолжала. «По-моему, ваше мимолетное воспоминание связано с этой улицей. Что ж, если вы отрицаете прошлое, можете отказаться от моего предложения. Эр, это мой основной маршрут. Вам придется подолгу ждать меня там». «Подолгу ждать? Неужели она?» В сознании промелькнула «художник». И в одно мгновение это слово будто наделенное магической силой открыло перед моим внутренним взором стену, смотрящую десятками пар глаз. Я справился с собой и отбросил эту нелипую мысль, но не удержался от вопроса. «Мисс Ричардс, вы случайно не художник?» «Сначала маленькая просьба, мистер Лингард, обращайтесь ко мне по имени. Буду рад такому неожиданному сближению, после того, как вы отказали мне в статусе бойфренда. Но играем по одним правилам. Отныне для вас я Майк, тем более, что вы уже сделали попытку. О чем вы? Это была случайность? Пусть будет случайность. Тогда кого-то из ваших знакомых определенно зовут Майк. Вот именно. А никакое не пусть будет. Одно условие. Ваша трость должна знать свое место. Для нее я мистер Лингард. В ответ она непринужденно улыбнулась. Скупа. Но так неожиданно до манекена, что эта скупость была ценнее привычной для кого-то щедрости. И в этой скупости проглянуло чувство. Теперь на ваш вопрос. Я окончила художественную студию в Эр. Затем училась на дизайнера интерьеров и работаю по этой специальности. А на улице мечты отдыхаю и рисую. И так что вы решили, Майк? Или вам нужно время подумать? Я смотрел на нее и не мог ничего сказать. И в эту секунду не имело никакого значения, что минуту назад я с легкостью согласился заменить и чертову деревяшку. Это была лишь словесная игра. Теперь когда прямой вопрос, который нельзя назвать неожиданным или нелогичным, встал передо мной. Я поймал себя на том, что не знаю ответа на него. Я не понимал себя. Нужно ли мне что-то? Если месяц назад, неделю назад, два дня назад, я знал, что мне не нужно ничего и не будет нужно ничего до конца. Я не понимал существо напротив себя. Смогу ли я привыкнуть к этому манекенному лицу, к этому обезличенному голосу, голосу без голоса? Смогу ли я терпеть под себя это нечто? Мы смотрели друг другу в глаза всего четверть часа, но я уже ощущал полное изнеможение. Вместе с тем я чувствовал, что внутри этого существа было то, что заставляло меня испытывать невозможность отринуть его, что именно я не понимал, но оно манило меня. На мое счастье, мисс Ричардс, дав мне сполна насытиться мукой двойственности, прервала молчание. Должна предупредить вас, Майк, что поездки в Р это далеко не все, что от вас потребуется. Я часто гуляю по ночам, но за пределами лужайки перед домом никогда в одиночестве. Поэтому вам она запнулась, вспомнив, что я еще не дал ей ответа и сделала оговорку. Ну, если не вам, то другому человеку, которого я найму, будет предоставлена комната. Хотите сказать, что этот человек будет жить в вашем доме? Именно это я только что сказала. Я не удержался от любопытства и спросил, «Мисс Ричардс, куда же подевался ваш прежний телохранитель?» Она не отвечала. Когда пауза затянулась, я в недоумении спросил, «Простите, мисс Ричардс, что не так?» «Только что вы в одностороннем порядке нарушили договор о добрососедстве. Я и моя трость ждем». Надеюсь, что это случайность. Признаться в эту секунду меня хватило паника. Я не понимал, что произошло и чего от меня хотят. Не знаю. Может быть, слово «трость», вернутая хозяйка в серьезное, если не сказать строгое замечание и несуразно наделенное полномочиями участника, какого-то там договора, привело меня в себя, и я от души расхохотался и вернулся в рамке договора. «Эдна, Эдна, Эдна», повторял я, пока она не остановила меня. «Довольно, вы прощены. На ваш вопрос. Я не нуждаюсь в телохранителях, иначе обратилась бы в охранное агентство. Мне нужен тот, кто будет оберегать меня от сторонних глаз. Хотя ночью предпочла бы опереться на плечо мужчины, а не на костыль», сказала она и, взвесив последние слова, добавила. «В случае опасности, разумеется. Простите, вероятно, я не все понимаю и...» «Майк, вам не за что извиняться, просто не стоит вникать в то, чего вы не понимаете. Это на будущее. Если оно будет, извините за каламбур, насчет того, куда подевался ваш предшественник. Умер месяц назад. Это был муж Нэши, интересный и терпеливый человек, и мне не было в тягость его присутствия. Где вы живете? В БФ? О, совсем недалеко. В таком случае жить здесь постоянно не обязательно. Но комната все равно в вашем распоряжении. Что ж, Майк, давайте на этом закончим нашу встречу. На размышления вам день. Я соскучилась по улице мечты. Мы поднялись. Не стану замедлять ваш уход своим ковылянием. Всего доброго. Рад был познакомиться. До свидания, ответил я, приправив слова прощания формулы вежливости. Какое же облегчение я испытал, как только покинул жилище манекена, манекена по имени Эдна. В эти мгновения мне показалось, что никогда больше я не переступлю его порога. Вдруг меня окликнули. Это была Нэша. Подождите, мистер. Мисс Ричардс велела передать вам, что она передумала и не берет вас на работу, сказала она с индейской невозмутимостью на лице и добавила, то ли от своей хозяйки, то ли от себя. Больше не приходите. Несколько секунд я стоял как вкопанный, затем сорвался с места и побежал к дому, по пути едва не сбив Нэшу. Картина, которую я увидел, поразила меня. Эдна сидела на ступеньке злополучной лестницы и плакала на взрыд. Я приблизился к ней. В голове промелькнула «Мисс Ричардс или Эдна?» «Что случилось, Эдна? Я могу вам чем-то помочь?» Она повернулась ко мне. Глаза ее словно плетью хлестнули взглядом по моему лицу. В них, в этом отчаянном ударе, была безграничная обида. «Что я должен сделать?» в растерянности спросил я. «Поздно». «Поздно», сказала она с горечью в голосе. «Убирайтесь. Я не хочу больше видеть вас. Что я мог предпринять, не понимая ничего?» Я сел в машину и отправился в обратный путь, домой, в БФ. Эти пятьдесят минут отложились в моей памяти, как пребывание под незаметно опустившимся на меня психотропным колпаком. Помню, он был прозрачен, как стекло. Снаружи его трогал свет, плавящийся от соприкосновения с ним. Перед глазами одно и то же видение, иллюзия дороги с ее мелькающими, расплывчатыми атрибутами. Внутреннее пространство его заполняло глухонемота. она не позволяло ни произносить слова, ни слышать их, ни рождаться им, даже в виде мыслей. И в этой глухонемоте замер я, нерв, в котором спутались две отталкивающие друг друга боли, неприятия и жалость. Где-то вдалеке заиграла музыка, звуки нарастали, и я догадался, что они родились в беззвучной утробе колпака. Я узнал ее. Боже, это мелодия моего мобильного. Звонила мама. Я сказал, что скоро приеду. Странно, я отвык от этой игрушки. Игрушка, игрушка. Вдруг я вспомнил, кто вынудил меня включить телефон. Это было вчера. Вспомнил слова, которые в эту минуту после утренней встречи с манекеном должен был возненавидеть. Майк, вяжитесь в эту игру. В ней спасение. Я тут же позвонил ему. Через три секунды его голос. Привет, Майк, спрашивайте. Дьявол, подумал я и спросил невежливо, как вышло. Почему вы назвали этой игрой? Почему в ней спасение? Потому что, когда отрицаешь жизнь, лишь игра может занять ее место. И потом стать или не стать новой жизнью. Я не размышлял ни секунды. Помчался к обиталищу дьявола. По пути купил бутылку джина, который должен был послужить противоядием от ее чар, так легко пленивших меня вчера. Дэвидсон возился в вольера собаками. «Привет, Алекс!» Начал я притворно весело и, подняв бутылку, добавил кивком, указывая на знакомую коморку. «Жду вас внутри». Он, не проронив ни слова, что показалось мне подозрительным, последовал за мной. Я по-хозяйски снял с полки кружки, плеснул в них и предложил тост. «За вашу очередную победу над представителем рода человеческого, и вовлечения он во дьявольскую игру, которая с вашей легкой руки обречена стать его, то есть моей, новой жизнью. Аминь. Мы оба выпили до дна, Дэвидсон по-прежнему молчал. Я был у нее, у этой вашей умели сочетать по глазам. Довольны? Молчите. Ловко дельца провернули. Да? Забросили удочку в человеческую помойку и выудили подходящий экземпляр еще одного страдальца. Молчите, специалист по страдальцам. Поковырялись в душе, и вот вам ключ. Открывайте дверь и играйте. Когда отрицаешь жизнь, лишь игра может занять ее место. Ваши слова. Отличная формула до вечной жизни. Подыхаешь в одной, начни играть в другую, в третью. Я налил еще джина и поднял кружку. За ключ, именуемый глазами. Выпили. Он молчал. Я продолжал. Вы видели ее глаза. Вы смотрели в них. Вы чувствовали их. Молчите. Однажды в детстве я упал с дерева и повредил руку. Родителям не признался. Терпел боль полдня. Терпел сколько мог. Ночью. Но в какой-то момент терпеть стало невыносимо. И я обессиленный, в отчаянии прокричал «Мама!» Выяснилось, что у меня был перелом запястья. Терпеть ее глаза, терпеть то, что спрятано в этой черноте, невыносимо. Еще немного времени в компании с ней и из меня бы вырвался крик. Вы знали, что она художник? Знали и на этом сыграли. Молчите. Может она не человек? Может она измышления дьявола? Признавайтесь, она фантазия дьявола. Глаза художника и больше ничего. Ни настоящего лица, ни голоса, ни плотского тела. Да, эти дьявольские глаза и есть художник. В моей голове снова перекинулся мостик в зловещую картинную галерею. Глаза, рисующие глаза. Да. Я схватил плывущую над столом бутылку и разлил остатки джина по кружкам. За дьявольских художников. пробормотал я заплетающимся языком последнюю членораздельную мысль. Меня выгнал из сна кошмар. Все, что осталось от него в близкой памяти. Передо мной женщина-манекен. Сирюсь вспомнить ее имя не могу. Помню, что она произнесла его, но это мгновение. Эти звуки словно отгорожены от меня глухой стеной, и я не могу мысленно просочиться сквозь нее и вернуться в это мгновение с его пространством, заполненным предметами, звуками, всем тем, за что я сумел бы зацепиться. Прошу ее назваться. В ответ она молча подносит руку к своему лику и, словно маску, которая приклеилась к коже, сдирает его с настоящего лица. Я узнаю эти черты и вмиг пробуждаюсь от прихлынувшего чувства, но в памяти моих глаз, только что распознавших лицо, пустота, в памяти души, в ощущениях собственного лица, отчаяние, отчаяние. м Продолжение следует...